Газификация в Ульяновской области продолжается, но уже по новой модели. Теперь строительство межпоселковых, внутрипоселковых газовых сетей и газопроводов в последней миле осуществляет единый оператор газификации. По планам, на ближайшие пять лет на территории региона будет построено еще 620 километров межпоселковых газопроводов, что позволит обеспечить природным газом свыше 100 населенных пунктов. Об этом на встрече с журналистами рассказал генеральный директор «Газпром Межрегион Газ Ульяновск» и «Газпром Газореспределения Ульяновск» Владимир Камека. У нас достаточно большие планы в рамках газификации. У нас порядка 100 населенных пунктов будет подвержена первичной газификации, так назовем. Ну, то есть там газа вообще нет сегодня. И из этих 100 с небольшим населенных пунктов мы должны запроектировать и выполнить строительно-монтажные работы, то есть подвести газ до границ более чем у половины населенных пунктов. В Ульяновской области также активными темпами продолжается реализация мероприятий в рамках программы «Догазификация», которая предусматривает бесплатное подведение газа до границ земельного участка. Она получила статус «бессрочная» и будет действовать и в последующие годы. За прошедший год жители подали на «Догазификацию» более 5000 заявок, а почти 50% уже пользуются природным газом. «В первую очередь программа «Догазификация» работает именно в населенных пунктах, уже в газифицированных. И на сегодняшний день в нашей программе принимает участие 5202 домовладения на территории Ульяновской области. А потенциал нашей «Догазификации», как мы посчитали, это порядка 9000 домовладений на территории Ульяновской области». Владимир Камико напомнил, что заявление на «Догазификацию» можно подать, не выходя из дома, через интернет, воспользовавшись порталом единого оператора газификации, а также во всех филиалах, единых клиентских центрах обеих газовых компаний, через МФЦ, через сайт госуслуги, либо в администрацию по месту жительства. Подробности можно узнать на сайте allgas.ru, либо по единому телефону клиентских центров 8-800-350-4907. При этом, чтобы заявка не ушла в статус отклоненных, заявитель должен предоставить полный пакет документов. Большое внимание на пресс-конференции было уделено вопросам безопасности, связанным с использованием природного газа в быту, в том числе с важностью проведения своевременного техобслуживания внутридомового газового оборудования. Собственник газового оборудования обязан проводить техническое обслуживание через специализированную организацию. У нас таких на территории Врианской области немного, но и не одна. Где есть специалисты, которые определяют работоспособность этого оборудования, а они протестируют его. Владимир Камека предупредил потребителей газа о том, что нельзя вмешиваться в работу газового оборудования. Это опасно. Согласно статистике, большинство происшествий случаются из-за нарушения правил эксплуатации бытовых газовых приборов. Важно проверять наличие тяги в дым-вент-каналах, а при обнаружении запаха газа звонить в газовую службу по телефону 0404. Также в ходе пресс-конференции специалисты обеих газовых компаний рассказали о дистанционных сервисах обслуживания абонентов. Карта газификации «Телеграм-бот» «Личный кабинет». В настоящий момент более 50% абонентов обеих компаний пользуются онлайн-сервисами, позволяющими узнать данные о газификации населенных пунктов, о состоянии лицевого счета, произвести оплату за газ. Кроме этого, при оплате карты МИР через личный кабинет предусмотрен кэшбэк, подать заявку и узнать график проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования. Новые технологии для блага и комфорта потребителей.